Фонд национального благосостояния Самрук-Казына должна отчитываться перед парламентом. По мнению депутатов, это позволит добиться прозрачности в их работе. Деятельность самого фонда оказалась под пристальным вниманием после того, как стало известно о суммах премий, которые ежегодно получает топ-менеджмент нацкомпании. В 2022 году Самрук-Казына выплатила государству лишь 10% прибыли вместо 70%. Точнее, с триллиона 629 миллиардов тенге вернуло 170 миллиардов тенге чистой прибыли. Согласно заданию, в бюджет должно быть возвращено 1 триллион 140 миллиардов тенге. То есть 970 миллиардов тенге не были перечислены в госказну. Если бы эти средства были перечислены, их бы направили на реализацию проектов, которые повысят благосостояние казахстанцев. Дивидендная политика Самрук-Казына определена отдельным постановлением правительства, согласно которой размер дивидендов составляет 50% от суммы дивидендов, получаемых фондом от системообразующих компаний. Таким образом, по результатам 2021 года, в 2022 году она составила 302 миллиарда тенге. Из них 170 миллиардов тенге фонд направил в виде дивидендов в госбюджет и 132 миллиарда тенге в виде прочих распределений акционеру. В 2023 году, по итогам 2022, сумма отчислений в пользу государства прогнозируется порядка 499 миллиардов тенге. Парламенту ежегодно, начиная с 2024 года, будет представлена обширная актуальная информация в разрезе всех субъектов квази-госсектора, в том числе фонда. Субтитры создавал DimaTorzok